Ну что, давайте, смешной случай в электричке. Бери трубку. В электричке. Алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Привет, маяку. Спасибо. Вас всё время слушаю, вот с удовольствием. И хочу вам рассказать о смешной потешной случае, который произошёл с моей приятельницей, у которой амазонский попугай. Он разговорчивый, умеет говорить. И вот едет она на дачу на электричке. Зашла в электричку. Ну, как всегда, люди обращают внимание на попугая. Они посмотрели, все удовольствие своё получили. Все расселись, сидят, все тихо едут. Скучно. Каждый едет на дачу. Вдруг заходит милиционер. А попугай на лавке ходит. Его не видно. И он говорит. Ты кто? Милиционер в недоумении. А тот опять по лавке ходит, но его не видят. Ты кто? Тут все обращают внимание. Все же пассажиры знают, кто это говорит. А милиционер не знает. Он вдруг начинает краснеть. Как это к нему так обращаются? Ты кто? Попугай ходит и опять. Ты кто? Тут уже ещё больше краснеет. В недоумении. Кто это к нему так обращается? Тут у пассажиров начинается уже истерический смех. Но тут милиционер вообще в недоумении. Он видит концентрацию людей, что они смотрят в одну точку, где там этот попугай ходит. Он видит этого попугая, но тут у него, конечно, состояние такое. То ли смеяться, то ли возмущаться. И он быстро тёгает из этого вагона. Позорили сотрудниками милиции. Хорошо, хоть табельные не разрядил. Мох, да. Попугая. А попугай бы улетал. А пули мимо, мимо, мимо. В других попадали бы, отскакивали, рикошетом. Половина вагона бы мёртвая была. Смешные случаи в электричке. Агнесса Ивановна. Здравствуйте. Случай в электричке. Я даю с ребёнком двух с половиной лет, который умеет хорошо говорить. Постоянно при виде всякого рода чипсов у сухариков говорила дочке, что это кака, плохо. И вот едем, она смотрит по сторонам. И девушку, которая ест чипсы, на весь вагон закричала. Мама, тётя, как уест? Весь вагон у неё посмотрела. Она чуть не подавилась. Было очень смешно. Там, кстати, куча всяких сообщений на WhatsApp. Ты почитай. Я читаю. Алло, я пока на телефон подойду. Алло. Вот, подошёл? Ну что, ты меня отвлекла? А как-то... Тупой Фадень, оскорбяйте Викачку-совушку. Викачка-совушка. Её скорбишь, пожалуй. Подожди, я выбираю смешные случаи. Однажды в электричке нашу компанию обступила толпа мелких цыганят. Они ничего не просили. Только тыкали пальцем моего приятеля. Что-то бормотали на своём языке. И смеялись. Он на них смотрел, смотрел и говорит с улыбкой. Ребята, оскорбляйте меня как хотите. Я тем фиг ничего не понимаю. Тут уже засмеялись мы. А цыганята убежали. Лето, жара, час пик в электричке битком. Кто-то ради прикола дёрнул стоп-кран. После нескольких предупреждений машинист сказал. Поднимите стоп-кран, или я включу обогрев вагонов. Это да, это серьёзная угроза. Можно так включить. Обогрев вагонов. Знаешь, как натопят иной раз? Это я знаю. У меня один раз была машина моя первая, пятёрка, Жигули. И в ней никак не отключалась печка. Было жарко, лето. И мы с подругой ехали, обливались вот так потом, как вот Бенни Хилл. Вот так вот всё прям в поту было очень хорошо. А у тебя была такая крыша приделанная? Багажник такой? Нет? Нет. Нет, нет, нет. У меня была такая прям... Оказывается, вот этот Миша... Это в каком году-то у тебя была пятёрка? Слушай, ну, наверное, в девяносто шестом, наверное. Нет, наверное, раньше. Может быть, и раньше. Ну, вполне возможно. А, хотя да, раньше. Раньше, да, Лера. Уже в девяносто шестом, где должна была быть какая-нибудь восьмёрка или какая-нибудь девятка? Ой, у меня чего только не было, Петя. И пятёрка, и восьмёрка, и девятка была даже. Девятка. Козырная ты была на девятке? Угу. А, хорошо. Оказывается, вот этот Миша Рыцарев, он очень известный человек в Новосибирске. Пишут, что он в Новосибирске всех замучил, а теперь до Москвы и добрался. Мы положим этому конец. Так, дропривет от Чижикова. А что, надо приживаться? Да, да, песня, да, песня. Ага. Вот так, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, три. Пока что-то не очень много смешных случаев в электричке. Может, всё-таки вспомните? Да. Хотя в понедельник мы понимаем. Ну, всё равно. Ну, всё равно, надо как-то водриться. Соберитесь, тряпки размазни. Конечно, конечно. Рохли. Пятёрка, восьмёрка были, а вот желейных конфет так не было, так и нет. А что? Это не я. Вторник. Это, говорит, твой вакуум. Да чего же люди пошли до чурова добра жадные, а? Так, ну что, смешные случаи были? Ну, давайте же, я прям запихаю, запихаю. Да не больно запихнёшь-то одну конфету, жалей, но это... Нормально. Пихай. Одну. Ой-ой-ой. Я сто одну принесу. А ты сто одну? Да. Я тебя за язык не тянула. Ага, ага. Давай, давай. Вот это точно. Ехали ребята, щёлкали семечки, решили выкинуть в окно шелуху. Шелухи было много. Понятно, что шелуху задуло обратно в вагон через 3-4 окна. Ребята выскочили на ближайшей остановке, не знаю. Как они дальше забирались? У нас электрички ходят раз в 1-2 часа. Вот такая вот история. Один раз зашла в электричку, такая чистая электричка. Прям вот, ну, приятно было, да? И вот какая-то морда нагрызла там вот гороха. Вот прям... Морда. И вот, ну, 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 как так? Ну, просто вот такая куча вот этой вот от гороха. Ну, зачем это делать? Я вообще расстроилась. Да. Как обычно ты расстроишься. В Томске нет электричек. Два года назад ехали мы на электричке из Венеции в Болонию. Через проход сидела очень импозантная пожилая пара. И мы решили, что это немцы. Ведь чёрт же меня дёрнул сказать мужу, какая у бабули дурацкая модная сумка из прозрачного пластика. Украсть кошелёк проще простого. Мужчина тут же встрепенулся и уставился на нас с нескрываемым подозрением. Как стыдно было. Да. Ну, так. Что да? Давай. А тот, который постоянно везде умирает, в электричке ещё не умер? Чё-то пропал человек. Может, с Витмой? Не, нету. Езжу на работу по Москве на электричке. От Кунцева до Белорусского вокзала. Как-то года два назад возвращался домой. Дорога занимает около 15 минут. Ещё от станции беговая электричка поехала как-то странно. Очень медленно из Крижича добралась до Филеи. Постояли там и тронулись. Но недолго, метров через 300 встали. Оказалось, что намертво. Далее дождались следующей электрички. Она толкала нашу до запасного пути на станцию Кунцева. Домой добрался через полтора часа. Но было необычно. Ехала в электричке с мамой. Мама сидит, я стою. На очередной станции заходит местная знаменитость с гитарой. Мне нравится местная знаменитость. Становится рядом со мной и начинает петь. Когда твоя девушка больна? А мне отойти некуда. В общем, денег мне дали больше, чем музыканту. Нет, вот в электричках это самая жесть, когда ты садишься. Это мои любимые места, но там всегда стоят музыканты. И прям вот здравствуй ухо получается. Вот саплю. 7-9-6-7-10-3-5-5-3-3. Что-то не очень много смешных случаев в электричке. Что-то у нас как-то в электричке не весело. Давай трубку возьмем. 7-2-8-7-1-7-1-7-1. Алло. 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 Да, здрасте. Здравствуйте. Я хочу рассказать о смешной случае в электричке. Это было еще в советские времена. Ехали в вагоне. Ну, так народу было не сказать, чтобы много. И мальчик один чистит апельсин. С мамой уехал. И почистил и заварит. На весь вагон главное. Мама, а корки от апельсина выбросить? Или в самогон? Нет. Все очень сильно засмеялись. Мама быстренько встала и пережила в другой вагон. Надо было сказать в самогон. Запалила. Шутка. Мы так шутим дома, типа. Круто. Ехали собакой в электричке. Ростов-на-Дону-Кисловодск. Цвершнауцер. Мелкая, короче. Паспорт на собаку есть. Со всеми привыкками включительно. Подходит проводник проверить билеты. Собака еще и щенок. Он говорит, а где билет на собаку, сидящую на руках? Я говорю, детям до 6 лет проезд бесплатный. Он немного расстроился. Потом говорит, вы хоть бы по салону с ней прогулялись, а то лапки затекут. Дал 100 рублей, чтобы отстал. Сергей. Дал 100 рублей, чтобы отстал. В Томске нет электричек. И сказать нечего. Ехал я в электричке и умер. Ну вот, видишь, ожил, ожил. Камчатка. Нет у нас ни трамваев, ни троллейбусов, ни электричек. Как-то раз в электричке сделал замечание парню, который мусорил, а он взял меня и зарезал. Ну все, слушайте, не берите. Ну не надо такие. Моду взяли тоже, да-да-да. Давайте все-таки вот... Петя же, когда придумал вот это вот смешные случаи в электричке, он же рассчитывал на искрометные истории. У тебя там ВКонтакте много, ты работаешь? Мечети Искры. У- 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 У-